Все объекты малотеплоэнергетики к положенному сроку получили паспорта готовности к зиме. В Алтайском крае такого давно не было, не стал скрывать эмоции министр строительства и ЖКХ региона Ивангелев. 15 ноября была крайняя дата, когда котельные должны решить все вопросы. Аутсайдеров два, но к малой энергетике они не относятся. Это Яровое, где паспорт не выдали из-за масштабной модернизации ТЭЦ, хотя работает она по плану. И Олейск, где котельная принадлежит Минобороны, документы доделывают. Камина Абе официально готов, но край ему помогает с сентября. Там 28 миллионов рублей, чтобы купить 7 тысяч тонн угля. Угля до сих пор нет. Деньги там, но угля нет. И как они топятся? Нормативного угля нет. Там тысячу, там тысячу, там мы дали. Уже, наверное, что получается? Тысяча, девятьсот тысяч, шестьсот тысяч, три с половиной тысячи. Ну, так и топятся. Резерв угля на 45 дней запасают в большинстве муниципальных образований. Сейчас в крае уже лежит в складах больше двухсот тысяч тонн топлива. И пока, отметил министр, вопрос топлива не создает проблем. Его цена не совершила скачок, а в 2022-м нет и срыва поставок из Казахстана. Республика питает Ритяковский, Локтевский, Рубцовский и Изминогорские районы. И это дешевле, чем везти туда уголь с Кузбасса. На ценовую доступность работает и наш мунайский разрез. Он снабжает южные территории края. Еще одно достижение профильного ведомства – электроэнергия во всех котельных, несмотря на долги. Все благодаря четкой организационной работе. Проверка должна осуществляться с середины октября до середины ноября. Мы сознательно идем на проверки, так скажем, досрочные. Буквально с июля начинаем проверять. 20 муниципальных образований, 28 предприятий было проверено в июле-августе. 1360 замечаний мы получили. Вот так тоже за голову брались. Выделяли деньги дополнительно из бюджета. 35 примерно миллионов рублей этим районам. За последние пять лет, по словам министра, в сферу было вложено 11 миллиардов рублей. Заменили почти тысячу котлов, отремонтировали сотни километров теплосетей, ввели 70 новых объектов. Всего в крае сейчас насчитывается 1750 котельных.